Тридцатилетие отмечает одна из первых в Беларуси и вместе с тем одна из самых больших воскресных школ Минска. Прихода иконы Божьей Матери всех скорбящих радость. За эти годы школьные стены стали родными для нескольких поколений минчан. Здесь изучают закон Божий, учатся доброму и находят единомышленников. На занятия приглашают и детей, и взрослых. На воскресные уроки отправились и наши корреспонденты. В выходные дни, впрочем, как и в будни, в учебном корпусе Минского прихода иконы Божьей Матери всех скорбящих радость всегда многолюдно. Кипит жизнь здесь уже на протяжении многих лет. В этом году приходская воскресная школа отмечает свое 30-летие. Коридоры здания заполнены детскими голосами. Родители спешат отвести своих чат в учебные классы. А в воздухе царит атмосфера любви и единения. Заставляет погрузиться на некоторое время в тишину только звон в колокол, провозглашающий начало урока. Воскресная школа при радости о скорбященском приходе Минска начала работу в 1991 году. Задолго до регулярных богослужений в приходе. Это одна из самых больших воскресных школ города. Поначалу занятия проходили в три смены, и доступны они были для всех возрастных групп. В нашей школе в некоторые годы достигало количества учащихся где-то около 550, даже до 600. С середины уже 50-х годов, в общем, количество где-то достигало 300-150 человек. Ну, а сейчас, в связи с тем, что в пандемии, 200-250 человек все равно есть. Величественность и внутреннее убранство построенного соборного радости скорбященского храма привлекает многочисленных прихожан, в том числе и юных. Сегодня в воскресной школе прихода занимаются более 250 человек. Во взрослых и детских классах синхронно совпадают уроки и перемены. Тем самым родители не теряют время в ожидании своих чад, а получают те знания, которые помогают им в семейном воспитании. Директор воскресной школы протидиакон Ярослав Близнюк называет взрослую воскресную школу фундаментом, на котором строится воспитание детей. Если ребенок видит, что вместе с ним папа, мама или бабушка идет и, приводя его в кабинет, скажем, для третьего класса, оставляет его, а сама идет в школу для взрослых в семейном воспитании, это, конечно же, самое главное. В воскресной школе созданы все условия для учебы и творческого развития. Главная заслуга учителей, наверное, заключается в том, что, повзрослев, молодые люди не забывают сюда дорогу и приводят в родные стены уже своих деток. Детско-юношеский хор воскресной школы под управлением Людмилы Литошек приобрел репутацию в Белоруссии за ее пределами одного из лучших детских хоровых коллективов. В 2019 году хор стал обладателем первой премии фестиваля «Гайновские дни церковной музыки». Также хористы принимали участие в фестивалях «Державный глаз», «Блаженно и чистое сердце» и в фестивале «Восточнославянских коляр» в Тересполе. «Гайновские дни церковной музыки» За три десятка лет в школе накопилось не только большое количество методических наработок, но и образовался профессиональный учительский состав. Это люди искренней веры, преданные своему делу. Педагогия – это наш гостяк, это наша основа, и мы всегда ими гордимся и очень-очень им благодарны. Сегодня воскресная школа Минского прихода иконы Божьей Матери всех скорбящих радость – это не только занятия по изучению закона Божьего. Неотъемлемой частью творческой жизни школы являются утренники, спектакли, музыкальные вечера, паломничество, занятия по домоводству и изучению языков. Школа радушно принимает всех желающих – и детей, и взрослых. Присоединяйтесь к занятиям и станьте частью большой и дружной семьи. Сергей Дарья Мордарьевы, портал Собор Бай для телеканала «Союз». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok